Юлия Черняева Юлия Черняева В Финляндии каждый год это проходит и это чемпионат мира по игре на воздушной гитаре и значит, что участники не играют на настоящем инструменте, а лишь изображают такую игру, подражая известным рок-звездам. Юлия оценивает их по нескольким компонентам, номинациям по технике, харизме, артистичности и соревнования обычно проходят в два этапа. Первый раунд участники выступают с заранее подготовленным номером, а затем импровизируют под мелодию, которую выбрали организаторы. Мне кажется, интересно на это посмотреть, может быть даже в Самаре у нас такое организовать. У нас сегодня тоже будут зажигать известные самарские музыканты. Что из этого выйдет, мы узнаем уже совсем скоро. Начинаем! Что же, заставлять их играть на воздушной гитаре или стучать в несуществующие барабаны не буду, так и быть, но с большим удовольствием вам представлю известных наших самарских музыкантов. Давайте знакомиться, здесь с нами Антон и Олег. Привет! Привет! Ну, Антон, ты ближе сидишь, расскажи, какую группу вы сегодня представляете и как часто вам приходится так вот беситься, я не знаю, во время репетиции изображать известных рок-звезд. Ну, изображаем ежедневно, естественно. Люди подходят в трамваях, просят автографы. Мы на самом деле сегодня представляем группу ансамблю панк-импровизации «Тупые предметы», самарская группа. Мы вот ровно 50% с этой группы. Это Олег Барабанщик и я басист. А лучшие 50%? Ну, не худшие точно. Да, да. Ну, а дедовщина есть у вас в группе? Кто-то пришел раньше, кто-то... Бобовщина есть. Бобовщина? То есть у вас 50% это девушки? Нет, у нас 50% оставшиеся. Это тоже мальчики, но если приходят дамы на базу, там все меняется. То есть вы панкуете? Ну, стараемся. Пытаетесь? Да. Ну, особенно так интеллигентно сейчас Олег сказал, что они стараются панковать. Я пытаюсь запомнить это и как-то так немножко пофантазировать. Расскажите про свой коллектив. Чем отметились, где засветились? Мы пока еще нигде особо не отметились. На планах у нас громоздьё. На самом деле враньё отметились мы везде. На всех сценах, собственно, Самары и ближней области. То есть на просторах Самарской области отыграли мы везде. Во всех клубах, в опен-эйрах всяких. Мы давно были на одном известном опен-эре. Отыграли замечательно. На Мета-фест, можно, наверное, сказать. Известный Самарский фестиваль Мета-фест. Конечно. Рукоплескали нам, танцевали под нас. Кричали. Кричали. Кидали что-нибудь на сцену? Нет, мы со сцены кидали. Нормально. Вот, в общем-то, и всё. Хорошо. Так, ну, как давно вы существуете вообще? Чем так вот, не знаю, знаменитых именно в музыкальном плане? Что за музыку играете? В группе семь лет исполнилось в этом году весной. Ну, знаменитый, наверное, только тем, что мы в направлении. Мы выбрали собственное направление. Назвали его «Волжский рок». И, собственно, в этом, наверное, есть она. На кого равняетесь? Есть такие кумиры, чьи портреты висят у вас на репе, например, где-нибудь там на базе? Равняюсь. На папу равняешься? Папа тоже музыкант? Нет, папа настоящий. Из колхозной молодёжи пунктовала один лишь я. Так, ну, такой вопрос. Ну, где-то, я не знаю, кроме Самарской области отправляли, посылали какие-то свои записи, демо. Как вообще продвигаетесь? Безусловно, да. Мы участвовали, наши композиции участвовали в сборниках в московских, в питерских. То есть вас там ещё и, как бы, знают и, надеюсь, любят. Мы надеемся, да, что слушали нас там. Ну, понятно. Как часто вообще так бывает, ну, мало ли, я не знаю, как живут панки Самары из Волжского рока, что вы-то, не знаю, вместе собираетесь, интеллектуально проводите время, читаете книги, отгадываете кроссворды. Ну, нет, шучу, конечно, но оборудование ведь есть у вас, у всех, я надеюсь. Конечно, да. Школа есть, по крайней мере, институты. Школа, школа, университеты, все дела, то есть все люди образованы, мы не вот там панки в понимании таком, что мы валяемся там в грязи, там и подобное. Нет, ну волос-то нет, всё, из чего делать, ирокез. Да, собственно. Вот, всё это, всё мысленно. Всё в рамках разумного. Конечно. То есть панки в душе. Да, главное – свобода в душе. Да, ну и сложно пока мне почему-то представить Олега в панковском виде, но дай бог к концу программы у меня это получится. Сегодня вы играете друг против друга, проверим ваши умственные способности. Надеюсь, за время семилетнего музицирования никуда не растерялось, ничего не делось, из одного уха в другое не вылетало, по крайней мере, что-то задержалось. Тема у нас разная, интересная, надеюсь, вам понравится и надеюсь, как-то сможете сегодня, ну, не биться на кулаках, но, по крайней мере, доказать, что вы ещё ого-го. Готовы? Постараемся. Ну всё, отлично, переходим в первый тур. Ну что, правила первого тура простые. Есть шесть тем, в каждой из тем заготовлено для вас, дорогие друзья, по десять вопросов. Два круга у нас, каждый из героев выбирает по одной теме, которая им близка и любима, и так вот начинает отвечать на вопросы. Надеюсь, правильно, надеюсь, без ошибок, хотя многим сейчас вам, сидящим по ту сторону экрана, кажется, фу, подумаешь какие-то вопросы. А вот окажетесь в этой студии, на самом деле теряешься, сразу же мысли в разные стороны, но ребятам не привыкать, они панкуют, они рок-музыканты, они, по крайней мере, несмотря на своё название, тупые предметы, сегодня не подтвердят, я надеюсь, этого великого названия. Ну что, поехали. Темы у нас сегодня вот какие. Есть тема для меломанов, специально зная, кто сегодня ко мне придёт, я загадала тему про музыку, рок-музыку в том числе, какие-то известные факты о песнях и музыкантах. Так, есть тема про кино, очень хорошее, абсолютно разное кино, и русское, и не очень русское, какие-то актёры, моменты, факты. Есть тема сказки, но не обольщайтесь, сказки, знаете, тоже бывают разные, хорошие, знакомые и не очень. Надеюсь, вам они как-то помогут разобраться в чём-то. Знаки зодиака, вы, кстати, кто по знаку зодиака, Антон? Близнец. Олег? Стреляц. Ага, отлично, я лев, хорошая компания. Дело в шляпе, так называется тема, посвящённая головным уборам разных артистов, разных актёров, персонажей. И радуга, тема такая, посвящённая цветам, разные цвета, какие-то, может быть, составляющие наших привычных вещей, моментов, объектов, людей и т.д. Ну что, кто начнёт? Ну, так как Олег помладше, что? Начнёт он. А говорите, нет дедовщины в группе у вас. Ну, я так подозреваю, Олег, приходится отдуваться в силу младшести какой-то такой? Ну, я вроде как не знаю. А младше никого нет в группе? Тебя? Вот это вопрос. О, средний возраст вообще коллектива какой? Средний возраст? 27-28. Да, 27-28. Около 30. Ну, ну, 27-28. Ладно, 27-28, хорошо. Так, Олег, что выбираешь? Для меломанов киномания, сказки, радуга, знаки зодиака или дело в шляпе? Сказки. Сказки старший говорит. Старший, наверное, просто сам боится эту тему брать. Поэтому сказки рекомендует. Ну, ничего, хорошая тема. Сказки не только в классическом руссконародном понимании, но и сказки отечественных и современных авторов. Так что, если вдруг Олег будет ошибаться, Антон тем временем, свои пальцы, которыми он замечательно играет на басу, будет загибать, если Олег будет ошибаться. Лишнего не загибать. Пальцы в виду, если что. Поехали. Начнем с простого. Олег, назовите главной убор Почтальона Печкина из сказки «Каникулы в Простоквашине». В каком городе жил Волька Костыльков, герой повести «Старик Катабыч»? В Москве. Верно. Как называлось лекарство, которое принимал кот Леопольд, чтобы хорошенько разозлиться на мышей? Не помню. А зверин. Какой весенний месяц подарил колечко героине сказки «Маршака» 12 месяцев? Апрель. Апрель, верно. Именем какого короля действовал сказочный Карабас-Барабас? Именем какого-то вот короля? Не помню. Тарабарского? Помнишь, я надеюсь, это ты вспомнил? Именем Тарабарского короля? Да, да. Вспомнил? Какие ножки? Традиционно можно наблюдать у сказочной избушки. Куриные. Куриные. Ну, курьи ножки. Куриные. Тут как-то больше кури подходит. Где хранится смерть Кащея? В яйце. Ну, в яйце, хорошо. В том числе. Какая волшебная скатерть встречается в русских народных сказках? Мабранка. Что просил у великого и ужасного Гудвина железный дровосек? Ума. Нет. Он бы попросил, конечно, его, если бы. А он попросил сердце. Кем работал в зоопарке крокодил Гена? Вопрос с подвохом. Кем работал в зоопарке крокодил Гена? Крокодилом. Да, конечно, крокодилом. Ни сторожем, ни каким-то другим персонажем. Крокодилом. Два неправильных ответа у нас. Восемь. А вот, казалось бы, сказки. А что будет дальше? Итак, не надо на меня так смотреть, Антон. Я тебе ничем не смогу помочь. Для меломанов могу предложить тему киномания. Для меломанов. То есть ты прям решил по-серьезному. Должно решил, да. То есть ты прям уверен в своих силах. Для меломанов. Русский и зарубежный рок. Ты как, хорошо? Любимая группа есть? Нет. А почему не тупые предметы? Тогда вопрос. Ну что, теперь как бы выдохнул Олег. И знает, что делать ему. Да? Загибать пальцы. Поехали. И подсказывать. Трамонтана из песни «Аквариума». Это ветер или река? Ветер. Ветер на северо-востоке Испании дует. Вообще сдувает напрочь. В США этот альбом группы кино вышел под названием «Blood Type». Группа Кровя. Группа Кровя, 88-й год, верно. Кто, хотя бы одного, кроме Нирваны, назови мне исполнителя песни «The Man Who Sold The World». Вот в 70-м году этот музыкант ее записал, а Нирвана в 93-м перепела. Известный чуваш, вообще очень известный этот музыкант. Боуэй, конечно. Песня эта стала главной темой фильма «Красотка» с Джулией Робертс. А, Pretty Woman. Да, Рой Орбисон, верно. У группы «Битлз» есть такая песня, а еще они сняли такой же мультик с таким же названием. А, «Желтая субмарина». Ну да, «Желтая подводная лодка». Песня «Наутилуса». Последнее письмо имеет еще одно более популярное знакомое нам название. «Goodbye America». Верно. Стильный оранжевый галстук, желтые ботинки, стиль ляги из Москвы. Что это за группа? Ну, Валерий Сюткин и группа Брава. Верно. Именно под эту песню Майкл Джексон делал свою знаменитую «Лунную походку». «Билли Джин». Молодец, альбом и трейлер. У этой песни 3000 кавер-версий. И это настоящий рекорд Гиннеса. Песня 1965 года. Какая-нибудь «Ест Дэй». Да почему какая-нибудь? Авторской Пола Маккартни. Альбом «Хелп» 1965. И вот с труднейшей, на мой взгляд, темой Антон справился блестяще. 10 баллов из 10. Спасибо. Великолепно. Ну что, Олег. Надо брать прям-таки реванш. Остается «Дело в шляпе», «Радуга», «Знаки Зодиака» и «Кино». Ну, давайте в «Радугу» поиграем. Играть в «Радугу» само по себе дело занятное. Ну что, поехали. Начнем с простого. Как обычно, я к тебе подхожу издалека. Сколько цветов в «Радуге» не задумываясь? 7. Молодец. Какого цвета была кожа у Шрека? Зеленого. Какая пара карточных мастей имеет красный цвет? Червый и буби. Какой цвет имеет диагональный крест на андреевском флаге? Синий. Ну, голубой и синий, да. Какой цвет стал характеристикой необразованного и малокультурного человека? Серый. Серый человек, правильно. Какие цвета использует в своей символике футбольный клуб «Динамо»? Белый и голубой. Верно. Какого цвета борода была у аристократа, убивавшего своих жен? Борода у него была такого цвета, и ты наречуешь. Красный. Да нет. Нет. Он не панковал, в отличие от тебя. Синяя у него была борода. Да, да, да. Какого цвета полотнище олимпийского флага? Белого. Какое устройство содержит записи параметров полета и разговоров экипажа самолета? Черный. Черный ящик, да. Какого цвета стрелка компаса, указывающего на юг? Синий. На юг. А, красный. Красный, точно, да. Ну, синий, красный. Синий, красный. Ну, что, ну, не знаю, даже засчитать, нет, не засчитать. Ну, можно не засчитать. Согласна, все, ладно, полбалла засчитаем. Итого, получается, у тебя два, ну, полтора, минус полтора. Девять с половиной. Да? Восемь с половиной. Восемь с половиной. Восемь с половиной плюс восемь, это шестнадцать с половиной. Ну, а тут десять. Сейчас надо прям постараться, Антон, если ты хочешь. Я сейчас забивать его буду сидеть. Нет. Осталось дело в шляпе, знаки зодиака и кино. И такая тишина и пауза. Киномания, да. Ты гляди-ка чего, он прям сегодня пытается всеми какими-то доступными способами доказать, что он не промах. Ладно, поехали, но тебе нужно набрать больше восьми баллов. Ты понимаешь, да? Конечно, понимаю. Именно это уходит в небо, согласно названию кинофильма режиссера Эмиля Латину. Да, табор уходит в небо. Какую операцию провалили герои популярного фильма Леонида Гайдая? О каком историческом деятеле рассказывает фильм «Адмирал»? Об «Адмирале»? Каком? Костатине Хабенскому. Костатин Хабенский там, да, сыграл главную роль. Я не помню. Стыд, но это колчак. Минус один балл. В каком российском фильме звучит стихотворение, начинающееся такими словами? Я узнал, что у меня есть огромная семья. Брат второй. Да. Что одиноко белеет в песне Остапа Бендера из фильма Марка Захарова? Парус. Белеет мой парус, верно. Что умел делать Мейлофон? Из фильма «Гости из будущего». Смотрел? Читал Кирилл Балычевый? Очень давно. Ну, так что он мог делать этот самый Мейлофон? Воспроизводить что-нибудь. Нет, он умел мысли читать. Точно. Так, какая фамилия была у главного героя фильма «Служебный роман»? А, Новосельцев. Верно. Что, по словам героини Раневской из фильма «Весна», является страшной силой? Красота. Красота. Что, значит, интересного мы можем сейчас вспомнить про фильм «Место встречи изменить нельзя», если вспомним персонажа Джигарханяны. Какое у него было прозвище? Горбатый. Практически. Как бы он получилось? Горбатый, верно. Кого искали герои фильма «Новогодние приключения» Маши и Вити? Или кто-то пропал, точнее кто-то пропал. Они это вдвоем пошли искать в царство Кащея. Снегурочку. Конечно, Снегурочку. Ну что ж, получается два промаха у нас. И 18 против 16. Естественно, имеет силу. Потому что таким образом получается, что у нас Олег получает утешительный приз, пригласительные билеты в кино, сходит с кем-нибудь, развеется. Но Олег нас не покидает, ибо во второй тур переходит у нас Антон вместе с Олегом. Олег ему будет подсказывать, но косвенно, как-то не говоря честно, не говоря, может быть, даже правильным и не говорить. Я не знаю, какие у вас отношения в группе. В общем, подмигивать, как-то там косвенно намекнуть можно, прямо говорить нельзя. Увидимся с вами, друзья, во втором туре. Сами в шоке сидят ребята от своих знаний. Кто-то расстроился, кто-то нет. Но в любом случае у нас уже есть победитель первого тура. Это Антон. Он тоже получает пригласительные билеты в кино, сходит со своей девушкой. Может быть, не с девушкой. Я не знаю, какие планы у музыкантов. Они же рок-музыканты. Что с них возьмешь? Каждый день как-то так хорошо себя, надеюсь, ведут. Ну что, у нас второй тур. И тут всего лишь навсего три вопроса. Каждому из вопросов по четыре варианта ответов. Легко и просто можно как-то так посовещаться с самим собой. Часто разговариваешь сам с собой? Ну да, всегда. Бывает, да? Вслух? Ну, бывает вслух. Ну вот придется сейчас всем это продемонстрировать, потому что, может быть, я это спевал. Нет, пожалуйста. Но сейчас здесь пригодится. Ну, поехали. Думаю, у тебя живет кто-нибудь? Нет. Ну, в смысле, домашний живет? Нет. Вообще никто не живет? Не переживаются или сам не заводишь? Нет, у меня нету дома всегда. То есть, понятно, чернохвостого зайца в глаза не видел никогда? Ну, я так понимаю. А я знаю, какой у него след. Зато на снегу, кстати. У чернохвостого зайца? А ты думаешь, он у нас живет? Я видел в журналах. То есть он чернохвостый зайц? Да, у меня он. Давайте посмотрим сейчас на зайца. Заяц у нас есть. Глядим в глаза. Чудовищный. Длины уши у него. Вот. Вопрос. Где же живет чернохвостый зайц? И несколько вариантов ответов. В арктической тундре, в пустыне, живет, во влажных экваториальных лесах Леукрата. Ну, в смысле они там соседствуют? В общем, я правильно. Вот. Давай-ка рассуждай, Антон. Как бы ты поступил на месте чернохвостого зайца, где бы ты жил? Я бы жил, наверное, в тундре. То есть с такими ушами только в тундре жить, чтобы никто не видел. По-моему, там замечательно вообще. А то есть в пустыне тебе не нравится? Тепло, сухо, хорошо? Нет, там жарко вообще нет. А хорошо влажные экваториальные леса, богатые зеленью, всякими травушками, муравушками и так далее. Слишком влажные, слишком экваториальные. А у крота? Кроты вообще как-то не уничтожили. То есть ты считаешь, что чернохвостый заяц в арктической тундре живет? Конечно. То есть, глядя на картинку, ты почувствовал именно это. Почему? Потому что там арктическая тундра и чернохвостый заяц. Все, понятно, что там тундра, а не пустыня, например, песочанная, какая-нибудь каменистая. А может быть, это, кстати, арктическая пустыня. Арктическая пустыня, не знаю. Олег, что ты думаешь по этому поводу? Хотелось ли тебе встречать или бывать в местах обитания чернохвостого заяца? Мне? Как урок музыканта по лисичку. Не довелась пока. По области. Нет, не довелось? Нет. Ну, то есть, тут сказать, другу ты не можешь. К сожалению, нет. Не хотелось, а не не хотелось. Ну что, где живет чернохвостый заяц? Ты считаешь, что чернохвостый заяц живет в арктической тундре? Если он там и не живет, то я положу все силы, чтобы он там впоследствии жил, если это будет неправильно. Ты будешь возрождать популяцию чернохвостых зайцев? Да, однозначно. Пардон, каким способом? Ну да ладно, смотри, сейчас я буду читать про чернохвостого заяца, и мы поймем, правильно ты ответил или нет. Смотри, огромные уши зайца, как мы сейчас видим на экране, пронизаны кровеносными сосудами. Сужая и расширяя сосуды, заяц изменяет количество проходящей по ним крови, что позволяет животному отдавать тепло, когда жарко, и сохранять, когда холодно. Живет чернохвостый заяц в засушливой пустыне. То есть в арктической тундре, мне кажется, ему было бы сложно с такими ушами, они бы постоянно замерзали. Теперь у меня есть смысл жизни. Когда я вставляла следующий вопрос, я думала, ну вдруг во второй тур выйдет барабанщик, тогда ему будет легко отвечать на этот вопрос. А вышел во второй тур у нас бас, гитарист. Ну, надеюсь, ему будет так же легко, как и барабанщик. Вопрос мой звучит так. За всю историю этой супергруппы в ней играл только один единственный барабанщик, являясь к тому же единственным участником группы, игравшим во всех ее составах. То есть люди уходили-приходили, он оставался неизменным. Как же называется эта группа? И четыре варианта ответа. Rolling Stones, Beatles, Deep Purple или Uri Hip. Ну, ответ В, Deep Purple. А с чего этот друг так решил? А вы не переглядывайтесь мне там. Он же может нам не рассказывать. Он же друг мне. Ну, может, я хочу, друг, должен сначала немножко ты подумать все-таки, рассказать мне свою версию, почему ты решил выбрать сразу Deep Purple. Знаешь их барабанщика? Да кто же не знает. Ну, кто барабанщик Deep Purple? Может, ты даже назовешь мне его? Please. Так, допустим. А Rolling Stones, может, ты даже барабанщиков знаешь? Нет. Ты не знаешь Чарли Уотса? Ну, лично не знаком. Олег, ты знаешь Чарли Уотса? Ну, я представляю, да, кто это такой. Так, ладно. Beatles. Кто там барабанил? Ну, давай барабанщик. Ну, Гринга Старк, собственно. Ну, да, Джимми Никол еще был в ранние годы. Так, и у нас Юрохип остается. Кто там? В Юрохипе уже все поменялись уже. Там 25 составов, да, но... Все перемешались. Но, нет, были люди, которые там прям, ух... Ну, это вокалист, который... Так вот делай всегда. Так, хорошо. Так что же мы выбираем-то? Ты хорошо подумал? Да, что терять? С Чернохвостым Зайцем не получилось. Наверное. Ты считаешь, что это... Deep Purple. И ты считаешь, что Yen Pace до сих пор играет в группе Deep Purple? Ну, по моим последним данным, да, он до сих пор играет. И даже можешь сказать, что он еще из 1968 года как сидел, так и сидит. А может, ты даже знаешь, очки какого цвета носит он? Не знаю, какие-нибудь файлятовые, темно-сильные. Давайте посмотрим, у нас есть фотография. Потому что это действительно правильный ответ. Yen Pace 1968 года постарел, конечно, немножко нет уже тех самых черных кудрей, с которых он начинал. Но, в любом случае, молодец. Молодец. Ну что? Спасибо. Едем дальше. Третий вопрос. Начну издалека. Коллекционируешь ли ты что-нибудь? Я коллекционирую фломастеры. Маркеры и фломастеры. А с какой целью? Я пока не понял. Но их очень много. Может быть, какие-то цвета есть у тебя любимые? Нет, любимых нет. Они все любимые, как один, как ребенок. У меня есть две их коробки огромные. И я не знаю, что с ними делать. Час грусти и печали. Достаешь фломастеры. Молодышишь на чистые полотенца. И перекладываешь, перетираешь. А вот это ты купил в распечате на Арцебушевском. Ну, вроде как, да. Да, да, да. Ну, странное увлечение, но, тем не менее, есть люди, которые тоже занимаются странными вещами и не менее странные названия этих самых коллекционирований. Как ты думаешь, что такое вексилология? И четыре варианта. Создание необычных интерьеров, коллекционирование флагов, коллекционирование аксессуаров или поиск кладов. Случайно не вексилолог? Нет. Такой почетный вексилолог Самарской области. Я даже не знаю, есть ли у нас вексилологи. В Самаре или в России? Да, в Самаре. Я не знаю, может быть, и есть, мне кажется, это очень интересно этим заниматься. Так вот как ты думаешь? Вексилология. Что за наука? Ну, вряд ли наука, наверное. Занятие. Давай логически рассудим. Давай. Давай. Рассуждай. Но флаги вообще не в тему, мне кажется. Мне тоже кажется, что... Как ты думаешь, как называются люди, которые флаги коллекционируют? Флагологи. Да, да, да. Или штандартологи. Кто-нибудь такие, да. Так. Я, кстати, не знаю, правильно ты сейчас думаешь или нет. Может быть, ты и неправильно думаешь. Может быть, да. Да. Третье-то там что? Создание необычных интерьеров, коллекционирование флагов, коллекционирование аксессуаров или поиск этих самых кладов. Аксессуары нет? Мне кажется, что нет. Подсказку. Вот друг сидит, пытай его. Уже очень мало времени остается. Друг так себе подсказка вообще. Не успеть вообще даже ничего выиграть. Ну, давай. Я бы поиск кладов. Клады, да, выбрал. А я бы... Ну, я проиграл в первом разе. Я... Вексилология. Вексилология. Ну, лология, это логия, как минимум. Вексило. Это что-то должно значить. Ну, хорошо бы знать, что это значит. Тогда бы все было гораздо проще. Ну, так что отвечаем? Г. Поиск кладов. Да почему бы нет? Была не была. На самом деле, вексилология – ничто иное, как коллекционирование флагов и их изучение. Самый крутой вексилолог живет в Британии. Зовет его Девера Дунглоп Каннон-младший. 200 с лишним флагов у него разных государств мира. Ну, что правильно, ответ у нас всего лишь один во втором туре. Это значит, что всего лишь одна попытка есть у нас, по крайней мере, у Антона точно, открыть наши суперполя. Ну что, переходим в суперигру. Ну, если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, сейчас, мне кажется, у Антона в голове, ну, ни на что не намекаю, есть у нас буквально минутка. За это время тебе нужно понять, куда ткнуть, куда, собственно, глаз твой взор из шести полей так упадет на какую-то из одних, одну цифру. Всего лишь. Тоже без подсказки, да? Да какие подсказки? Хочу тебе скажу. Нет, без подсказок уже. Ну, давай. Одна попытка. Ну, Антон, есть ли у тебя любимое число в диапазоне от одного до шести? Ну, так-то, моя любимое число, пять. Ну, тут все может повернуться. Да, конечно, даже я не знаю, за каким из полей спрятан приз. Скрывают от меня? Пять. Пять. Открываем пять. Что там за пятеркой? То есть, никакие другие, все, быстро, быстро, только пять? Да ну все, что уж. Нет. Ну, за каким из полей? Давайте показывайте, что же. За каким? За каким? За двойкой. За двойкой. Да. Ну, ничего страшного, билеты в кино у вас уже есть, не расстраивайтесь. Вы молодцы. Антон вообще сегодня всех покорил своим знанием музыки, кино. Олег, ты тоже ничего. Благодарю. Молодец. Вот такие сегодня у нас были ребята, надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что пришли, вам творческих успехов. Спасибо. Приглашайте вторую половину вашей группы, может быть, когда-нибудь, и они смогут блеснуть своими знаниями. Спасибо, что были с нами. Помните, друзья, о том, что знание – сила. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова